По его книгам сняты всем известные фильмы «Горячий снег», «Батальоны просят огня» и «Освобождение». Он писал о том, через что прошел сам. Командир батареи, участник Великой Отечественной войны Юрий Бондарев сражался под Сталинградом. Участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева. Несколько раз был ранен. В марте исполнилось 100 лет со дня рождения советского писателя. В Самарской библиотеке прошел урок, посвященный его творчеству. Юрий Бондарев был награжден медалями и орденами за отвагу, за оборону Сталинграда и за победу над Германией. В своих книгах он воспитывал любовь к родине, восхищался мужеством людей, вставших на ее защиту. Он писал такие вещи, правдивые вещи, которые не каждый писатель сможет написать. И он в своих книгах открывал душу читателю. По словам школьников, они узнали о писателе много нового. Получили много новых знаний и поняли, увидели, как это все-таки страшно, война, как тяжело принимать на войне решения важные, стратегические и чисто моральные принципы, какие у людей на войне. Юрий Бондарев по многим вопросам занимал принципиальную позицию. К примеру, в 1994 году публично отказался принять Орден Дружбы Народов по случаю своего 70-летия от Бориса Ельцина, поскольку не мог простить президенту распад Советского Союза. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Игрова Шарая, Константин Головин, События. Продолжение следует... Продолжение следует...